Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о ремонте многоквартирных домов, о том, как процесс идет в настоящий момент и какие планы на будущее у фонда капитального ремонта. У нас в студии находится Дмитрий Владимирович Шоплик, исполняющий обязанности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Ну что ж, я знаю, что действительно у нас к вам накопилось достаточно вопросов, потому что исполняющий обязанности генерального директора вы уже несколько месяцев все-таки, срок уже, я так понимаю, достаточно серьезный и за это время претерпели достаточно много изменений, потому что и критика со стороны губернатора была в определенный момент, я так понимаю, практически в самом начале, когда вы пришли. Вот как раз фонд подвергся серьезной критике от Василия Александровича Орлова, да? И тем не менее фонд работает, и я так понимаю, что в настоящий момент вы уже более-менее доволен результатом этой работы или нет? На сегодняшний день в региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области находится 4504 многоквартирных дома. Это 29 муниципальных образований Амурской области. Ремонт рассчитан на 30 лет, и региональная программа разбита на трехлетние краткосрочные планы. В связи с этим губернатор области поставил нам задачу активизировать, улучшить и наладить фонду работу, свою работу. То есть задача сократить эти сроки, по сути? Сократить не сроки, а увеличить объемы выполняемых работ. То есть, чтобы быстрее приступить, быстрее ремонтировались те дома, наверное, которые находятся в очень... Чтобы ремонт домов был в срок, чтобы он был качественный, и чтобы план краткосрочно выполнялся. Ну фонд действительно достаточно большой. С самого начала, как только заговорили об этой программе, было всем понятно, что работа непочатый край. Да. Василий Александрович, еще какие-то претензии, кроме увеличения сроков работы с многоквартирными домами? Что еще было тогда, в самом начале, в сентябре месяце, когда он подвергал критике фонд? Работы действительно очень много. Василий Александрович подвергал работу фонда критики в целом. Помимо того, что нужно исполнить краткосрочные планы, была поставлена задача составить дорожную карту, в соответствии с которой мы должны были улучшить свою работу. Дмитрий Владимирович, а до того времени, как Вы пришли возглавлять фонд, этой дорожной карты не было? Правильно я понимаю? Ну, такой дорожной карты и не было. В соответствии, совместно с Министерством ЖКХ, мы составили дорожную карту, в которой наметили те важные, на наш взгляд, моменты и вопросы, которые нужно решить. По этой дорожной карте мы ежемесячно отчитываемся губернатору. На сегодняшний день все те задачи, которые прописаны в дорожной карте, выполняются. Есть положительная динамика, работаем. Ну а что вообще включает в себя дорожная карта? Потому что наверняка Амурчанам не очень понятно. Вот это вот словосочетание, оно постоянно звучит, но не всегда понятно, что оно под собой несет. Вот что в данном случае имеется в виду? Когда я начал исполнять обязанности генерального директора фонда капитального ремонта, я проанализировал работу фонда за последние годы, выявил для себя и те проблемы, которые есть в фонде, которые нужно решить. Вот все это было включено в дорожную карту. Основные задачи по выполнению дорожной карты, конечно же, ложатся на сам фонд, на Министерство ЖКХ. Мы для того, чтобы выполнять краткосрочный план, поставили перед собой задачи сократить сроки подготовки документов, сроки размещения аукционной документации, чтобы ускорить сам процесс проведения аукционов. Ну и, соответственно, конечная наша цель – это выполнение капитальных ремонтов. Мы можем озвучить вот эти вот сроки, какие они были, потому что, я думаю, тоже не всем понятно это наверняка. Действительно, пока пройдет вся эта процедура, это несколько месяцев же, правильно? Сама процедура, если брать изначально от направления предложения о выполнении капитального ремонта собственников жилых помещений до завершения самого капитального ремонта, занимает примерно год. То есть, смотрите, изначально те дома, которые попали в региональную программу и в краткосрочный план, собственникам этих домов направляются предложения о проведении капитального ремонта. Собственники должны согласовать сам капитальный ремонт и вид капитального ремонта. На это собственникам отводится три месяца. Соответственно, как правило, собственники зачастую просто игнорируют эти предложения и три месяца уже теряется. После того, как собственники, если не согласовали, мы направляем предложение в органы местного самовыправления. На это тоже дается месяц. Соответственно, 4-5 месяцев уходит на то, чтобы получить согласие либо от собственников, либо от муниципалитета на проведение капитального ремонта. Ну, это, конечно, это длинно достаточно. Долго. А сократить реально? Потому что здесь же действительно дело зависит от самих собственников. Сократить реально. То есть, если бы все собственники, получив уведомление с предложением о проведении капитального ремонта, собрали общее собрание жильцов, приняли решение и направили его нам, ну, к примеру, в течение месяца, да, соответственно, мы бы уже выиграли два месяца. Просто после того, как мы получаем согласие на проведение капитального ремонта, мы готовим аукционную документацию для разработки проектно-сметной документации. Что касается аукционы, я так понимаю, там тоже есть какая-то своя сезонность, в определенное время они проходят аукционы или же нет? Вот как только документация есть, тут же объявляется аукцион. Как только получено согласие собственников, готовится сразу аукционная документация. То есть, виды работ, они, конечно же, делятся по временам года, но сами аукционные процедуры, они проводятся в течение всего года. Ну, что касается сезонов, теперь действительно, раз мы об этом заговорили, это тоже важно. У нас очень короткий сезон-то по факту строительный, да, когда можно какие-то наружные работы делать. Вот зимой сейчас есть ли возможность у вас заниматься работами? Какие работы вы выполняете? На сегодняшний день мы выполняем работы. То есть зимой возможно делать капитальный ремонт крыш. Причем крыш не плоских, а скатных, потому что плоские крыши необходимо ремонтировать только при положительных температурах. Соответственно, можно ремонтировать какие-то внутридомовые сети, кроме отопления. Эти работы на сегодняшний день выполняются, продолжают выполняться. Но летний сезон, тем не менее, я так понимаю, он все-таки более активен, да? Летний сезон, он основной, да, основные работы все-таки проводятся в летнее время. Этих работ становится больше, это сети, это фасады. Все остальные работы. Вот сколько за сезон удается привести в порядок домов? Не знаю, как вам удобнее считать, какими категориями? Вот сколько, уже насколько быстро удается выполнять эту работу? Ну, если брать тот трехлетний краткосрочный план, который на сегодня идет, это ремонт 17-го, 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 19-го годов, да? У него включено 797 многоквартирных домов. В плане 18-го года мы должны были выполнить ремонт в 98 домах. То есть на сегодня 100% ремонт выполнен в 68 домах многоквартирных. Плюс идет оформление документации, идет завершение работы еще по 19 домам. Соответственно, мы планируем выполнить план 18-го года почти на 90%. Возможно, эта цифра будет больше, возможно, мы подберемся к 100%, просто к процентам. Все зависит от того, насколько быстро будут оформлены акты ввода, потому что это согласование с муниципалитетами, с управляющими компаниями. То есть там много согласований, и это занимает определенное время. То есть по факту, получается, предварительная процедура, это вот возможность растягивать ее до года, да? И еще согласования, которые тоже могут растянуться на какой-то определенной стороне. Они растягиваются не на такое длительное, конечно, время, но тоже занимают определенное время. Интересно, с жильцами потом общаетесь, опрашиваете, разговариваете, насколько довольны качеством выполненных работ, потому что действительно тут приходится, я так понимаю, достаточно серьезное количество подрядчиков привлекать к работам. Подрядчик, который выполняет работы, он несет гарантийные обязательства в течение пяти лет. Соответственно, если у собственников, у жильцов возникают какие-то вопросы, проблемы после проведения капитального ремонта, то они обращаются к нам, соответственно, мы выставляем претензии подрядчику. А такие вообще прецеденты уже были? Да, конечно, такое бывает. Ну, это разные факторы. Это зависит и от самих жильцов в том числе. К примеру, там кто-то на крыше только что отремонтированный взял, там пробил покрытие, установил антенну, да. Соответственно, начала затекать вода, начала заливать помещение, собственники начинают обращаться. Ну, разбираемся, решаем. То есть это тоже уже на потоке практически, я так понимаю, этот процесс находится. Да. Ну, действительно, когда мы говорили, я помню, еще год, наверное, назад с сотрудниками фонда о работе, да, мы говорили о том, что фактически понятно, что у нас очень изношенные здания, но тем не менее новостройки сейчас тоже портятся достаточно быстро, да, и им приходится уже опять вставать в очередь в это. Вот у вас сейчас, если, допустим, кто-то из новостройок захочет встать в очередь, это насколько долго им ждать придется? Потому что действительно, ну, она есть, это же неизбежно. Вообще дом может попасть в региональную программу новостройки после пяти лет. То есть когда заканчивается гарантийный срок на вновь построенный дом, а это занимает пять лет, дом попадает в региональную программу. Единственное, конечно, он там, если срок заканчивается, к примеру, сегодня, он попадает не в следующем году, а там, возможно, в какой-то более долгий срок. Ну, я так надеюсь, по крайней мере, что сейчас-то уже меньше вопросов возникает от жителей Амурской области по поводу капитального ремонта, потому что вначале понятно, что очень много было вопросов, зачем, кому, да, не все хотели, я так понимаю, платить и делать взносы свои. Сейчас уже меньше претензий, когда люди видят реально, что дома ремонтируются. Ну, сегодня вот из тех 4504 домов, 4259 домов аккумулируют свои средства на счете регионального оператора. 123 дома – это спецсчета. Те, которые самостоятельно. Они размещают свои деньги на спецсчетах и принимают решения о ремонте самостоятельно. Ну, это тоже о многом говорит. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что сегодня с гостями был Дмитрий Владимирович Шоплик, исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. А вы смотрели программу «В центре». Внимание, до скорой встречи. Мы еще не понимаем.